Переноска, друзья, это дело непростое, и мне придется вот так вот бегать периодически, чтобы перенести всех овечек. Посмотрите, друзья, это самая огромная ферма шерсти, которую только я делал. Всем привет, друзья, с вами Unreal Игры, добро пожаловать в летсплей по Майнкрафту с модами на сервер. Друзья, ну что, сегодня мы будем делать огромную ферму шерсти. Это, пожалуй, будет самая большая ферма, которую вы видели. Ну что, друзья, ставьте лайки, а мы начинаем. В прошлой серии, друзья, я построил огромный амбар, где у нас теперь живут сотня коров. И теперь, сегодня, мы переселим вот этих вот овечек в специально заготовленное место. И это будет самая огромная ферма шерсти. А вот, собственно, друзья, и сам амбар, про который я рассказывал. Если кто не видел, посмотрите в прошлой серии на канале. Ну что, друзья, я немножко проапгрейдил. Выглядит все это дело вот так. Здесь очень много коров. Здесь специально есть кормушки, с помощью которых они автоматически кушают и размножаются. А вот в этом месте, друзья, у нас будет ферма шерсти. И ферма овечек. И она будет очень-очень большая. Я буду использовать разные новые интересные строительные блоки. И буду показывать, что из этого получится. Ладно, начинаем стройку. Я так думаю, что первое, что мы сделаем, ребята, это заднюю стенку. Здесь у нас будет, я не знаю, будет ли здесь дорожка или нет. Но здесь я сделаю своеобразную стену. Во, в общем, задумка, ребята, вот такая. Каждый отсек, ребята, будет с разным цветом шерсти. Соответственно, везде будут разные овечки. И нужно выстроить столько загонов, сколько у нас есть цветов в Майнкрафте. Давайте это дело, кстати, и посмотрим. А красителей, друзья, у нас ровно 16 штук. Это получается, что нам нужно построить ровно 16 огромных загонов для овец. Поехали. В общем, друзья, делал я тут, делал эту огромную ферму. И понял, что она получается просто огроменная. И все-таки название будет действительно правильное. Это самая большая ферма шерсти в Майнкрафте с модами. Посмотрите, ребята, вот до сюда она будет идти. Я даже уже забрался на чужой приват. И придется его немножечко позаимствовать для нашей фермы. Так, друзья, ну что ж, подготовил немножко территорию. Выглядит это вот так. Вот этот вот подписчик, который случайно тут построился, надеюсь, что он не обидится. Я его рез и немножко туда дальше перенесу. И потом просто перепривачиваю территорию. Потому что, в принципе, изначально я планировал развиваться на вот этой вот территории. И как бы меня вокруг со всех сторон позапривачивали, я считаю, что это неправильно. И будем это дело менять. Ладно, сделал вот такой вот обод, ребята, из красивых блоков. И здесь у нас уже будут располагаться сами отсеки. Осталось лишь подумать, как я хочу сделать ферму. Хочу ли я с этой стороны полностью закрыть забором или нет. Пока что я этого не знаю. Но вы можете написать об этом в комментариях. А я пока что доделаю красивый декоративный забор. Вот так. Друзья, тут решил воспользоваться небольшим лайфхаком. И строить с помощью строительной палочки. И это реально увеличивает скорость строительства просто в десятки раз. Вы посмотрите, мы моментально возводим вот такой красивый заборчик на нашей ферме. В общем, типа такого заборчика у меня получается. Давайте возьмем землю и я еще кое-что хочу проверить. В общем, я делал однажды вот таким вот образом. И напишите, ребята, как лучше. Столбики с накрытым полублоком или просто без. Потому что мне, в принципе, нравится без. Да, наверное, пока что оставим без полублоков. То есть, как вот здесь. Выглядит наша территория теперь вот таким классным образом. Теперь знаете, что я думаю, ребята? Я проложу вот тут дорогу. Потому что нужно будет, чтобы мы могли быстро и хорошо передвигаться по нашей огромной ферме. Так, кажется, я немножко проложил, ребята. И теперь дело за строительной палочкой. И дорога готова. Так, теперь будем продумывать, ребята, как будут выглядеть загоны. В общем, есть у меня идея построить вот таким забором и сделать специальной калиткой. Но вопрос в другом. А хватит ли мне этих самых строительных блоков? Вот это уже большой вопрос. Потому что, в принципе, у меня есть такие блоки. Надеюсь, что овечки здесь не пройдут. И можно сделать вот такие вот, например, красивые заборы. Но вопрос в другом. Реально, хватит ли мне блоков? В общем, решил придерживаться, ребята, вот такого дизайна. Потому что вот эти стальные заборчики почему-то нормально не соединяются. И выглядит как-то некрасиво. А тут, в принципе, все весьма красиво. Осталось только зашить заборчиками. И думаю, будет красота. Ну что, друзья? Первый загон у нас готов. И будет выглядеть он примерно вот так. И потом в будущем, я думаю, поставлю вот сюда много ламп. Чтобы было реально светло. А чтобы понимать, какая шерсть у нас здесь располагается. Я думаю, здесь поставлю какую-нибудь табличку с цветом обязательно. И с самой шерстью, которая здесь располагается. Так что, думаю, получится, ребята, просто огроменная ферма. Ладно, попробую все это дело быстренько закончить. Ну что, друзья? Кажется, все наконец-таки готово. В общем, разделил это огромное количество загонов. И теперь можно устанавливать сюда миски для еды и заносить животных. Так, ладно. Так, вот они 16 мисочек, друзья. И можем прям вот так вот рядом в каждой клетке положить. Чтобы они автоматически могли питаться и размножаться. Чтобы это была самая большая ферма шерсти. Так, ну что, все мисочки, друзья, установлены. Остались маленькие штрихи. И теперь будем завозить сюда барашек и овечек. Чтобы была огромная-огромная ферма шерсти. И будем мы, наверное, делать ее по цвету, так как указано в Майнкрафте. Вот, наверное, по этим цветам мы и будем выставлять наших овечек. Давайте начнем, пожалуй, из белых. Переноска, друзья, это дело непростое. И мне придется вот так вот бегать периодически, чтобы перенести всех овечек. Так, первая овечка готова. И сразу закрываем загон. Пока что я принесу по две овечки. А между сериями я перенесу всех овечек, которые здесь есть. И здесь освободится место под строительство каких-то зданий в городе. В общем, друзья, подготовил все цвета, которые нам нужны. И, в принципе, проще, ребята, поставить овечек любых в загоны и просто перекрасить. Так будет реально проще. Ну что, друзья, наконец-таки все овечки на месте. Осталось их только покрасить, и можно будет заканчивать нашу огромную ферму шерсти и овечек. Вы просто посмотрите, друзья, сколько загонов. Я замучился перетаскивать все это дело. Их просто миллион. Это жесть, ребята. И, ребята, готово. Все, наконец-таки я расставил все цвета, ребята. Наша ферма официально работает. Посмотрите, теперь есть абсолютно все 16 цветов шерсти. Да, работу пришлось проделать, ребята, колоссальную. На меня даже напал эндермен вот из этого леса. И мне удалось выбить две эндержемчужины. Ну что, давайте оглядимся, ребята, и посмотрим, насколько большую ферму мы построили. Посмотрите, друзья, это самая огромная ферма шерсти, которую только я делал. И это все находится на нашей огромной ферме. Друзья, ну что, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будем на этом заканчивать. А в следующих сериях будет еще интересней и много новых построек. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.